Издательство Эксмо. Татьяна Степанова. Родео для прекрасных дам. Читает Наталья Урбанская. Дам прекрасных имена мог бы я назвать тот час. Но восторг от них угас, их краса омрачена. Раймонд Эмирваль. Жизнеописание Трубадуров. Глава первая. Совой. Неделю в Риме они с мужем подарили сами себе совершенно бескорыстно. Так по простоте душевной думала Нателла Георгиевна. Из 28 лет их совместной жизни последний месяц выдался трудным, почти катастрофичным. Но она справилась с катастрофой. Так, по крайней мере, казалось Нателле Георгиевне. Справилась и решила, что все можно похоронить и забыть. А местом для забвения был избран Рим. Муж Нателлы Георгиевны, Арест Григорьевич, всю организацию поездки взял на себя. Ездил в турагентство, лично выбирал отель, заказывал авиабилеты на регулярный аэрофлотовский рейс. За время этих хлопот он словно помолодел на несколько лет. Был оживлен, весел, твердил, что они отлично отдохнут. Когда ему звонили их общие с Нателлой друзья, он не забывал сообщить всем и каждому, что они с женой решили махнуть в отпуск в Италию. Посмотреть вечный город. Говорил, что они намеренно не желают связывать себя рамками банального тура, где вечно собирается, не пойми какая сборная солянка из ретивых, жадных, дозаграничных впечатлений соотечественников, а едут тесной компанией своих, что кроме Рима они проведут еще неделю на море, возможно, в Амальфе или на Сицилии, что мертвый не сезон их с женой не пугает. Наоборот, им хочется покоя, тишины, долгих упоительных прогулок по музеям, паркам, улицам, что в конце концов с деньгами не проблема, хотя долларовые платежи в турагентстве были бы все же предпочтительнее евровых, но не в деньгах же счастье, сами понимаете. В чем именно заключается это самое счастье, кто-кто, Анателла Георгиевна понимала. Первый и самый серьезный урок за 28 лет совместной жизни с мужем, ею был усвоен накрепко, на уровне подсознания, на уровне рефлекса. Вот так сидеть в самолете в бизнес-классе рядом с мужем — это и есть уже самое настоящее счастье. Видеть, когда он отворачивается, смотря в иллюминатор его сидеющий затылок, где волосы уже успели слегка поредеть, но где, слава богу, нет и намека на плешь, так обезобразившую после сорока многих достойных, импозантных, солидных мужчин. Вот так касаться его руки, класть свою ладонь на его запястье, чувствуя тепло кожи и холодок браслета часов. Оборачиваться, встречая взглядом, одновременно стоя и двигаясь на бегущей ленте эскалатора римского аэропорта, глаза мужа. Глаза человека, с которым прожита вся сознательная жизнь, чье тело, привычки, капризы, недомогания так же дороги, как и свои собственные. В Риме они поселились в отеле «Совой» на Виа Людавизи. Отсюда было рукой подать до всего — до пьяца «Диспанья», с ее с детства знакомой по фильму «Римские каникулы лестницей», до фонтана «Треви», до Кривинальского дворца и чудесного парка Боргезе. Отель «Совой» выглядел довольно помпезно. Огромные люстры, мраморные полы, зеркала, хрусталь, стойка рецепции, смахивающая по форме и по качеству полированного дерева, наноя в ковчег. Нателла Георгиевна в первое мгновение даже слегка растерялась. Она бы выбрала отель куда скромнее. Но она быстро освоилась. В конце концов, это и называется в Европе хорошим солидным отелем. Этот неуловимый дух тридцатых в декоре, светлый просторный номер с видом на Тринита де Монти, мягкие ковры в коридорах, гасящие шаги постояльцев. В первую же ночь в отеле Нателла Георгиевна забыла свой зарок не вспоминать о прошлом. Могли ли они с Арестом мечтать о такой поездке лет двадцать тому назад? О, то была тоже жизнь. Зебра в черно-белую полоску. Кому рассказать, кто теперь поймет? Первые годы, прожитые вместе. Они ведь поженились с Арестом совсем молодыми, наперекор всему. Родителям, здравому смыслу, будущему. Первые годы вместе, учеба в институте, работа, два выкидыша, приговор знакомого врача-гинеколога о полной неспособности иметь ребенка, вечные посиделки на кухне с друзьями, джин из валютной березки, клубы сигаретного дыма, разговоры на животрепещущие темы о поездке в Тарусу, о последнем скандале на Таганке, о войне в Афганистане, сплетни об уехавших в Америку знакомых, однокашниках, планы на отъезд, планы на житье-бытье в Союзе. За участием в некоем сборнике аналитических статей, опубликованном на Западе, у Ареста были сначала трени, а затем крупные неприятности с КГБ. Его дважды вызывали на Лубянку. Нателло поддерживала его, гасила его страхи, ведь он боялся, как и всякий нормальный человек, опалы, лагеря, лишение привычного, с детства привычного, обеспеченного московского уклада жизни. Она ободряла его, как жена и как товарищ, говорила, что он не должен поддаваться им, что у них против него все равно ничего нет, законного, того, что может прозвучать как обвинение на суде, в измене, в антисоветской деятельности. Там и действительно ничего такого не было. Посмотреть сейчас, спустя 20 лет, все было так несерьезно, дилетантски, они были молоды и простодушны. Им постоянно мерещилось, что все вращается вокруг них, даже Лубянка с ее железным феликсом и подземной тюрьмой. Но они и мечтать тогда не могли, что когда-нибудь вот так просто получат визу, сядут в самолет и прилетят в Рим. И будут жить в первоклассном отеле, просыпаться, завтракать в ресторане, гулять до изнеможения, ужинать в любой приглянувшейся троттории, ездить на такси в Остею, Тиволи, зная, что все это так и должно быть. Потому что это не что иное, как каникулы, после которых они снова сядут в самолет и свободно, без всяких препятствий, без всякого КГБ-ФСБ, смогут вернуться домой в Москву. И им ничего за это не будет. Размышляя обо всем этом, Нателла Георгиевна даже всплакнула украдкой. Мир кардинально изменился за каких-то два десятилетия. И привыкнуть к этому было нелегко, хотя перемены являлись ничем иным, как полностью сбывшимися мечтами молодости. Первые пять дней в Риме Нателла Георгиевна с мужем почти не расставалась. Они гуляли по городу с утра до вечера. Рим затягивал, как гигантская воронка, стены которой были сплошь мозаикой из полотен Рафаэля, Караваджо, Андреа Дель Сарто. А дно упиралось в бесконечную Апиеву дорогу, уводившую под землю в древние катакомбы. Именно после дня, проведенного в катакомбах святой Каллисты, Арест Григорьевич впервые робко пожаловался на усталость. Нателла Георгиевна восприняла это спокойно. Позади уже были экскурсии в Ватикан, куда пришлось отстоять грандиозную очередь, и поход на виллу Баргеза. «Он уже не в том возрасте, чтобы можно было пренебрегать своим здоровьем», — подумала Нателла Георгиевна. «Я должна его беречь». И когда на следующий вечер муж, виновато улыбаясь, отказался от обычной прогулки перед сном, «Нет, Наташа, я пас, я лучше полежу, почитаю», — она восприняла это как должное. Она покинула отель одна. Было всего пять часов вечера, погода стояла прекрасная, в конце октября в Риме так же тепло, как в Москве в августе. Измученные и счастливые, обессиленные и беззаботные туристы со всех концов света стекались в бары пропустить по стаканчику. Занимали столики уличных кафе, отдыхали бездумно и блаженно наблюдая городскую суету. Нателла Георгиевна чувствовала себя как нельзя лучше. Вот и брючный летний костюм от Кельвина Кляйна, купленный по совету подруги Светланы перед самой поездкой, пригодился. «Ощущаешь себя подтянутой, и стройный, сильный, стремительный. А эта чудненькая сумочка в тон, купленная уже здесь, на Виа Маргутта». По дороге Нателла Георгиевна украдкой ревниво изучала всех попадающихся навстречу сверстниц римлянок, возвращавшихся домой с работы, и туристок, англичанок, немок, скандинавок. Что ж, конечно, сорок и еще девять прожитых лет возраст, но вон идет итальянка-сверстница, тоже уже к пятидесяти. Деловой костюм, хорошая обувь, отличные духи, ухоженное лицо, аккуратная прическа. А вон идет помоложе лет тридцати, лицо потемнело от загара, милированный волос как мочалка, джинсы, майк, куртка, все вроде модное, а вида нет, стиля нет, шика. Пожалуй, та, которая к пятидесяти выглядит гораздо лучше, по возрасту элегантно. Она поймала на себе взгляд встречного прохожего, Итальянец, и, между прочим, намного моложе. Вот так смотрят, заглядываются, на это вот лицо, не тронутое южным солнцем, на эти вот пепельные, пусть крашеные волосы, на эти глаза, серые, а при удачном освещении зеленые, как у наяды. Наталла Георгиевна свернула на Виа Венетта. Кто-то говорил, кажется, подружка Зина, что осенью на террасах летних кафе этой знаменитой на весь мир улицы собираются стаями сплошные олигархи и звезды Голливуда, из тех, кому за шестьдесят и больше. Может быть, за тем столиком сидит обалдевший от биржевых новостей и интриг Сорос? А вон там, чуть подальше, на террасе кафе де Пари, переживает приступ повышения артериального давления, седой как лунь, а Лен де Лон? Слишком шумная, буржуазная улица? Нет. 49-летней москвичке, пусть и воспитанной на фильмах Феллини и активно увлекавшейся в молодости диссидентством, на этой улице не очень комфортно. Ноги несут дальше, дальше, сумерки над городом, как зеленый дым. Зажигаются первые фонари, тритон фонтана на площади Барберини целится в прозрачное вечернее небо, струей воды. Какое сумасшедшее движение, подальше от этих оголтелых машин. Натала Георгиевна свернула направо. А вот и цель этой вечерней прогулки — маленькая церковь непорочного зачатия. К таким местам в Риме стремятся лишь те, кто впитал в себя Италию еще дома, по книгам, по рассказам друзей, искусствоведов и историков, по собственной склонности ко всему редкому, необычному. Музей капуцинов, располагающийся при церкви, к счастью, был еще открыт. Нателла Георгиевна вошла под прохладные сумрачные своды. Древний реликварий и хранимые в нем, как редкая драгоценность, хрупкие кости монахов-затворников. Странное впечатление производит смерть, выставленная на показ. Уложенные штабелями человеческие кости, черепа. Все соединяется в некий грозный орнамент, от созерцания которого начинает кружиться голова. Появляется легкая тошнота и этот холодок, царапающий кожу. Нателла Георгиевна посмотрела вверх, и тут зрелище. Средневековый перформанс. Скелет, сжимающий костлявыми пальцами занесенную для удара косу. После шумной городской суеты, после праздничной Виа Венетта, все это как-то странно, не правда ли? И наводит на кое-какие мысли. Из музея капуцинов Нателла Георгиевна вышла задумчивой. Но Рим быстро стер обрывки тревожных воспоминаний, в мгновение ока излечил головокружение и наполнил сердце покоем. Нателла Георгиевна прибавила шагу. В самом деле, что было, то прошло. Осталась в Москве. Похороненная и забытая навсегда. Настоящее в том, что они вместе с Арестом здесь, в Риме. Настоящее — это их номер в отеле «Совой», супружеская постель, совместные пробуждения по утрам под звуки колокола средневековой часовни, сборы, споры, прогулки по городу, обеды и ужины, долгожданная поездка на Сицилию. Из открытых дверей ближайшего ресторанчика слышались звуки гитары. Нателла Георгиевна заспешила назад в отель. Такой чудный теплый вечер, надо все-таки вытащить мужа на улицу, пройтись перед сном. Или просто посидеть на террасе на крыше отеля, где оборудовано летнее кафе, полюбоваться огнями ночного города. В холле у стойки рецепции громоздились чемоданы. В отель прибыла очередная группа туристов. Нателла Георгиевна прислушалась к чужеземной речи. Ни словечка знакомого, наверное, финны приехали, или норвежцы. Она поднялась в лифте на третий этаж. Свет в пустынном коридоре зажигался, и газ, подчиняясь ритму ее шага, срабатывали фотоэлементы. Она открыла дверь своего номера, нажав на ручку, не заперта. «Не волнуйся, не переживай, я что-нибудь обязательно придумаю, клянусь». Нателла Георгиевна остановилась в холле номера, увидела в зеркале, встроенного в стену шкафа для багажа себя, как есть, без прикрас, с ног до головы. Муж с кем-то разговаривал по телефону, лежа на кровати. Нателлу Георгиевну он не видел. «Если бы ты только знала, моя девочка, как я по тебе скучаю», — донесся до Нателлы Георгиевны его приглушенный голос. «Если бы ты знала, каких нервов мне стоит эта проклятая поездка. Я пытался все отложить, но тогда ситуация вообще вышла бы из-под контроля. Ты не знаешь мою жену, она бы отравила нам жизнь». «Нет, это сейчас сделать невозможно, будет только хуже». «Кому? Нам с тобой в первую очередь». «Нет, нет, и это тоже пока невозможно». «Нет, давай лучше не будем об этом сейчас, ладно?» «Вот умница, ты все понимаешь, моя ненаглядная девочка. Ты мне снишься каждую ночь. Я все время о тебе думаю. Здесь так красиво, но я как слепой, честное слово, ничего не вижу. Только ты одна у меня перед глазами. Я вернусь через неделю, у нас билеты на самолет на 26 число. Как только прилечу, сразу же приеду. А до этого буду звонить тебе, как только смогу. Я тебя бесконечно люблю. Я схожу с ума без тебя, слышишь?» Наталла Георгиевна тихо вышла в коридор. Дверь в номер осталась открытой. Золотисто-коричневый ковер под ногами скрадывал ее неловкие, неуверенные быстрые шаги. Она дошла до лифта, нажала кнопку. Лифт приехал, распахнул сияющие, отделанные бронзой и мореным дубом двери, но она не двинулась с места. Лифт уехал. Прошло сколько-то времени. Кто считал? Наталла Георгиевна снова нажала кнопку вызова. Странно. Как же все это странно, ненормально устроено. По-идиотски. Можно бежать за три моря и не спастись. Можно искренне хотеть начать все сначала и не начать. Можно жадно желать все забыть и не забыть ничего. То, что было, — это всегда то, что было. И от этого никуда не спрятаться. Лифт приехал, снова открыл двери, словно призывая в свои механические объятия. Наталла Георгиевна шагнула в лифт и коснулась кнопки с цифрой 6. Последний этаж отеля. Ресторан, кафе на открытой террасе на крыше. Под самыми звездами, кокетливо смотрящими в воды Тибра. В кафе молоденький официант с коричневым личиком заморенной кухонной суетой мартышки вежливо проводил ее к свободному столику у самых перил террасы. Наталла Георгиевна судорожно вцепилась в протянутое меню, махнула официанту одну минуту, сеньор, потом, после. Она сдерживалась изо всех сил. Ей хотелось кричать, выйти в голос, сдернуть со стола крахмальную скатерть, перебить все бокалы, бутылки. Но вместо этого она трясущимися руками достала из сумки сигареты, закурила. Поднялась, оперлась локтями на прохладные каменные перила террасы, вперила взгляд в темноту. Огни, огни, над парком Баргезе, над Квериналом, на дальних Яникульских холмах. Огни расплываются, дрожат, дробятся в навернувшихся на глаза, о предательских слезах. Что ж делать? Как жить? Как дальше жить с ним? Огни там, внизу, разгорались все ярче. Их становилось все больше, больше. Наталла Георгиевна перегнулась через перила. Там, внизу, городской асфальт, твердый, как камень. Римская мостовая, утрамбованная поступью легионов. Может быть, она примет еще одного легионера. И кому-то 26 числа потребуется только один билет на самолет для возвращения туда, домой. Огни заплясали, как сумасшедшие. Голова снова закружилась и одновременно вдруг стала легкой-легкой, и тело стало почти невесомым. «Козафа, но! Но, синьора! Аюто!» «Что вы делаете? Нет, синьора, нет! На помощь!» Чьи-то руки крепко схватили ее сзади, дернули, не давая окончательно утратить равновесие. Сумка упала на пол, с грохотом опрокинулся стул, затрезвонили на соседних столах мобильные телефоны, сразу несколько постояльцев отеля громко крича вызывали «Пронто сокорсо!» — карету скорой помощи для потерявшей сознание синьоры. Нателла Георгиевна всхлипнула. Чья-то сердобольная рука, явно женская, украшенная яшмовым браслетом, стремясь привести ее в чувство, поднесла к ее носу маленький открытый флакон духов. Духи пахли медом и состраданием. И они запрещали умирать вот так просто, случайно или намеренно, буднично и бесславно.